Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Сегодня я для вас подготовила подборочку ароматов, которым у меня на данный момент прям потянулась рука. Может быть они покажутся вам какие-то и не к погоде, и не к месту, но у меня потянулась. Потянулась к ним, я к ним потянулась и в запой пошла. Так что если вам интересно посмотреть о чем я, оставайтесь со мной. И первым таким ароматом моей подборочки стала, как ни удивительно, Клоя Хлоечка, моя любимая в туалетной воде. Я просто обожаю эту прохладную, эту пудровую розу. Я прям два дня в нем была. Это вот девочка-девочка во флаконе. Такая вот розовая розочка, такая нежная, такая она женственная. Такая вся прям вот, ну, девчонка-девчоночка. Прям такая вот сама невинность во флаконе. Стойкий, шлейфовый, комплементарный. Прохладная розовая пудра во флаконе. Обожаю. Хлоечка, Клоя. Сейчас вот прям у меня просто к ней потянулась рука. Захотелось вот этой розовой нежности, вот этой нежной пудры. Прелесть, прелесть. Класс, класс. Следующий аромат, которым тянулась у меня рука, это Lush Rose Jam. Это, ребят, очень громкая, очень насыщенная композиция. Вы знаете, вот этого объема, 30 миллилитров, мне, однако, хватит на всю оставшуюся жизнь. Потому что здесь один пшик и всем кирдык. Это яркая бордовая роза с ванилью, уваренная до состояния сладкого, можно даже сказать, приторного варенья. Он настолько насыщен, он настолько яркий, такой мощный аромат. Я говорю, действительно, одного пшика на весь день я от себя его слышу. Rose Jam от Lush. Это просто что-то невероятное, великолепное. Я, кстати говоря, вот еще рассматриваю ароматы Lush. Прям не знаю, ну, у нас нигде не представлены. И от Levante, по-моему, маленькие варианты и не продаются даже в интернет-магазинах. Я вот даже и не знаю, как говорится, пробовать мне негде, только брать в слепую. Но Lush с Rose Jam меня просто покорил, удивил. Невероятная громкость, насыщенность и стойкость. Тоже вот тянется к нему рука на данный момент. Следующий аромат, ребята, ну, это лолик солей. Ой, это такая вкусная груша с медом, с какими-то миндальными лепестками. Нежный, сладкий, тоже уютный. Такой прям в прохладу он, можно сказать, укутает, окутает вас своим облаком. В жару его носила он мне совершенно. В жару не выдал ничего такого, то есть он мне не помешал, меня не задушил. Очень красивая композиция, так же, как и флакон. Лолик солей просто прелесть, прелесть тянется к нему. Сейчас рука. Следующий аромат, ребят, это Kinzo World Power. Ой, дорогие мои. И это поднимающее настроение, композиция. Это экзотические фрукты с кипарисом, с солью. У меня вот, когда я его на себя наношу, когда я его в себя вдыхаю, у меня такое ощущение, что я на побережье моря. А ем вот эти вот ананасы какие-то там, и маракуйя, то есть все вот эти вот экзотические фрукты с какой-то даже немножко медовостью, с карамельной солоноватостью. Здесь соль очень красиво обыграна. Соль как будто и карамель, и соленая карамель. Я вообще обожаю даже в еде сочетание соленого со сладким. И вот это же сочетание в этом парфюме. Тоже громкость, стойкость на высоте. Несколько суток он сидит. Обалденная композиция. Совершенно недорогой парфюм. Но это тоже тридцатки. Это мне просто на все времена, на все года хватит. Вообще классная композиция, обалденная. Следующий парфюм, которому у меня потянулась рука. Ребят, этот аромат, он продается в наших парфюмерных магазинах. Может быть даже и в парфюм лидере где-то представлен. Я его брала в Литуаль. Это софт сайт Кубль, Кабль. Короче, я коверкать не буду, подпишу. Ребят, ну это молочная нежность. Молочно-карамельно-ванильная нежность. Я даже могу сказать, что это аромат сгущенки. Или даже, знаете, не сгущенки. Конфеты коровка. Просто какая-то прелесть. Какая-то такая мягкая лактонная нежность. Обожаю такие лактонно-молочные ароматы. Вообще очень бюджетно стоит. Но до такой степени он красивый. До такой степени он уютный. Просто подклассный. Никакой дешевизны, никакой там химозины. Ничего этого не вылазит. Это все классно. На свитер просто завораживающий ароматик. Вообще обалденный. Он постоял у него. Вообще такая классная стойкость появилась. Класс, класс, класс. Советую. Обязательно обратите на него внимание. Дешево, но сердито. Ну и еще один аромат, которому сейчас у меня потянулась рука. Еще один представитель лалик. Лалик сатин. Вы знаете, вот название этому аромату, вот действительно сатин. Вот он такой тоже мягкий. Такой он уютный. Какой-то он пушистый. И в то же время могу сказать себе, что он не простачок. Он и дерзкий. Здесь и древесная такая пудра. И ваниль. И перчинка. И легкая какая-то горчинка. И весь он такой, такой ладно скроенный. Такой мягкий. Такой, ну просто класс-класс. Вот сатин на свитер. Сидит близко к коже. Не скажу, что от него прям супер шлейф. Он прям такой. Именно ваш аромат. Именно ваш парфюм. Но на одежде часов 5-6 спокойно я его слышу. Ой, ароматы лалик. Ребят, многие говорят, что там можно за 3000 найти. Ребят, бренд лалик. Присмотритесь. Очень красивые. Что не парфюм, то шедевр. А флаконы. Ну этот флакончик такой о себе. Но этот флакон от лалик. Это просто произведение искусства. Просто мне напоминает, знаете, хрустальные вазы. Раньше стояли. У нас модно же было. Шкаф с хрустальными вазочками. Мне вот почему-то вот напоминает хрустальную вазу. Этот аромат, парфюм в таком флаконе. Ну и лалик сатин. Тоже такой интересный. Он весь прям ребристый, ребристый. Ну вот правда. И название, и жидкость во флаконе вот прям вот гармонирует. Присмотритесь, ребят. Так что вот такая у меня сегодня подборочка ароматов, которым сейчас у меня потянулась рука. С которыми я сейчас, так сказать, общаюсь плотненько. Ну а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюмочек. Заходите ко мне на канал. Поставьте пальчик вверх, если вам не трудно. А мне будет приятно. Ну и до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok